Ну а наш эфир продолжается, и сегодня мы обсуждаем Новый год, новогодние праздники. В первом части мы обсудили, как правильно пользоваться пиротехническими средствами, или как правильно? В общем, устройствами. А во втором части мы хотим обсудить статистику травм в новогодние праздники. И расскажет нам об этом Павел Финдуличев, заведующий отделением ортопедии Республиканского травматологического центра. Доброе утро. Доброе утро. Вы уже на страже новогодних праздников, уже готовы к ним? Конечно, мы готовы всегда к новогодним праздникам, тем более, что каждый Новый год не похож на предыдущий. Если в прошлом году мы уже во все работали, и отделения были заполнены травмированными, в этом году погода нас радует, и мы спокойно ходим и радуемся погоде, природе и малому количеству пострадавших. Вот для такой погоды какие травмы наиболее характерны? Вот я имею в виду для этого периода. Ну, для этого периода чаще всего это падение в гололед, гололедицу и повреждение лучевой кости, переломы шейки бедра, переломы позвоночника, переломы лодыжек. Вы знаете, я на самом деле уже запуталась. Когда наступает летний период, все говорят, что это самый травмоопасный сезон. Когда наступает зима, это самый травмоопасный сезон. И весной, и осенью повторяется та же самая история. Да какой же сезон с самым травмоопасным по статистике считаете? Не могу выделить какой-то особенный. Просто в Крыму связано в летнем периоде с большим количеством приезжих, которые травмируются. То есть у нас население Крыма увеличивается в 4-5 раз, это минимально. Так до 7 раз. В зимний же период все зависит от погоды и от коммунальных служб, как они успевают отреагировать на изменения погоды. Потому что крымская зима очень изменчива, она может сегодня радовать нас теплом и оттепелью, а с утра уже заморозки и гололедица. И на следующий день снова тепло. Поэтому просто не успеваем отреагировать, а люди не смотрят на погоду, не смотрят на улицу, прежде чем выйти за последние дела. Не смотрят утро нового дня. По календарю у нас 3 месяца зима, декабрь, январь, февраль. Но почему-то именно в новогодний период, то есть, как пишут в интернете, начиная с 29 декабря где-то по 14 января максимальное количество обращений. С чем это связано? Ну, скорее, это начинается уже с 25 декабря. Декабря, конечно, когда люди отмечают по католическому празднику Рождество и дальше новогодние праздники, Рождество православное. Просто алкоголь, он снижает барьеры, снимает страх людей. И кажется, что они всемогущие. Они хотят показать, а я тоже так могу, особенно YouTube. Вы сейчас показывали, как замечательно в домашних условиях показывают арт-торнадо, а в YouTube еще не то увидишь. Ну, на самом деле, знаете, я бы добавил, если позволите, что как раз климатическим минимум приходится именно на январь и февраль месяц. Поэтому как раз таки вот декабрь у нас еще довольно теплый. Иногда действительно даже снега и льда не бывает. Как раз мы ожидаем в новогодние праздники и сразу после новогодних праздников поступления пациентов. Скажите, а есть какие-то, ну скажем, возрастные характеристики? Какого возраста клиентов больше всего пациентов? Ну, зимой травмируются чаще всего женщины 30-50 лет, а мужчины 25-50 лет. Но если брать именно по переломам, то больше страдают пациенты пожилого возраста, которым уже за 55 это пожилые, и старики за 75 лет. С чем это связано? С остеопорозом, хрупкостью костей, и опять же, они более уже такие костные, не, скажем так, не сложно им сгруппироваться при падении, и падают, как куль с мешком, или гамчок с этим самым, с мукой. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то способы себя оградить, как-то обезопасить, в конце концов, Тоня? Да, мы же рекомендации какие-то. Тоня любит ходить на каблуках. У нее эти лабутены с красной подошвой, и она всегда в любой мороз голыми ногами. Только лабутены. Нет, тут надо действительно готовиться к погодным условиям. Надо сначала посмотреть на улицу и увидеть, что же там происходит. Стоит ли туда вообще идти? Да, конечно. Особенно пожилому и старому человеку. В дальнейшем надо одеть удобную одежду, которая не стесняет движения. Нежелательно одевать короткие юбки, стесняющие ходьбу. Обязательно должна быть одежда более похожая на спортивную. И обувь, ботинки или сапоги с грубой подошвой, с таким протектором, которые не скользят. Каблучок 3-4 сантиметра. И обувь должна быть по размеру удобная. Никаких каблуков, никаких платформ. Ой, Тоня. Придется отказаться на зимний период. Самое интересное, вы знаете, эта девушка приехала из Тюмени, и там зима гораздо суровее, чем у нас. И она там тоже по этих вот своих лобочках. Да, купила лабутена, а на остальное обувь денег не осталось. А красивые штаны. И красивые штаны. Но на самом деле тема очень интересная, и хотелось бы узнать. То есть, например, у нас зимний период, он, конечно же, у нас заканчивается. Но вы, точнее, начинается. Вы к нему как-то готовитесь особенно? Может быть, вы проводите? Мы всегда готовы к оказанию медицинской помощи. Травматологическая служба работает на уровне, у нас все специалисты на местах. В зимний период обычно отпусков нет, все на работе, поэтому врачи готовы. Как можно оказать, допустим, идет человек по улице и видит, кто-то, допустим, старичок какой-нибудь упал и идти дальше не может. Что может, какую-то можно помощь оказать первую? Как вести себя? Ну, конечно, нужно подойти сначала и спросить, что случилось. Потом человек, если жалуется на какую-то конечность, аккуратно осмотреть ее. Желательно не совершать никаких рисков, движений, никаких вправлений. Если вы имеете под рукой какие-то доски, палки, можно иммобилизировать конечность ремнем или шерфом, приимонтать эти палки к конечности и лучше всего вызвать скорую помощь. Если человек может встать, то помочь ему встать, посадить где-нибудь, чтобы ему было удобно, и дальше вызывать скорую помощь. Спасибо большое за очень интересный рассказ, спасибо большое за рекомендации. Я надеюсь, что наши жители полуострова будут действительно неравнодушно относиться к проблемам других жителей. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был Павел Федоличев, заведующий отделением ортопедии Республиканского травматологического центра Симферопольская клиническая больница, травматологическая номер 6.